Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс» и я, врач компании Арчибасова Елена Алексеевна. Сегодня тема вебинара посвящена физиологии сосудистой системы и проходит она в рамках цикла «Основы физиологии». Итак, физиология сосудистой системы. Правильнее, конечно, было бы говорить физиология не сосудистой системы, а физиология сердечно-сосудистой системы, так как сердце и сосуды составляют единую систему функционирования, которая обеспечивает движение крови по всему организму. И центральным органом этой системы, конечно же, является сердце. Благодаря тому, что кровь циркулирует по сосудам, каждая клеточка нашего организма получает необходимые для своей жизнедеятельности питательные вещества. Ну, прежде всего, это кислород, другие вещества для питания, то есть для осуществления процессов жизнедеятельности. И обратно в кровь выделяют продукты своего метаболизма. Ну, самым распространенным продуктом метаболизма является СО2, то есть углекислый газ. Итак, значит, сердце – это основной орган сердечно-сосудистой системы и, соответственно, сосуды. Вот сегодня в основном мы, конечно, будем говорить о строении и о физиологии сосудистого русла. Сосуды в целом представляют собой полые трубки, которые оснабжают абсолютно все наши органы, ткани, подходят к каждой клеточке. И поэтому эти трубки могут быть самого различного диаметра. И сегодня мы это тоже с вами увидим. И, несмотря на то, что сегодня тема посвящена физиологии сосудистой системы, никак нельзя обойти вниманием, центральный орган – это сердце. Сразу хочу сказать, что подробно на физиологии работы сердца мы останавливаться сегодня не будем, так как физиология сердца была уже нами разобрана в одном из первых вебинаров, вот как раз цикла «Основы физиологии». Ну, давайте вспомним, что же такое сердце. Сердце – это полый мышечный орган, который имеет две половины – правую и левую. Если мы посмотрим перед собой на человека, то правая половина сердца, здесь вот она на картинке изображена синим цветом, а левая половина сердца изображена красным цветом. Итак, есть правая половина и левая половина. Каждый из этих половин разделены на две камеры. Соответственно, верхние камеры называются предсердия, и предсердия есть как с правой стороны, это правое предсердие, так и с левой стороны, это левое предсердие. И нижние камеры – это желудочки. Соответственно, выделяют правый желудочек и левый желудочек. Нужно сказать, что правая и левая половина сердца в норме между собой никак не сообщаются. Почему разными цветами изображены половины сердца? Потому что кровь протекает по этим половинам совершенно разной. Правая половина сердца – это венозный отдел, соответственно, здесь протекает только венозная кровь. Левая половина сердца – это артериальный отдел, и здесь протекает исключительно артериальная кровь. Так вот, у человека не происходит смешивание артериальной и венозной крови, они полностью разделены друг от друга. Но, каждая половина состоит из двух отделов, предсердия и желудочка. Между собой камеры сообщаются. Сообщаются при помощи отверстий, которые находятся между предсердиями и желудочками, называются предсердно-желудочковые или по латыни атриовентрикулярные. Эти отверстия, они, как скажем, просвет этих отверстий контролируются. Контролируются расположением здесь клапанного аппарата. То есть имеются клапаны, которые способствуют тому, что кровь движется только в одном направлении, от предсердий к желудочкам, и справа, и слева. И в норме обратного движения крови нет. Итак, справа этот клапан называется трехстворчатый, потому что он состоит из трехстворок, или по-другому называется трикоспитальный. А слева этот клапан состоит из двухстворок, называется двухстворчатый, или по-другому еще называется метральный клапан. Еще раз, очень важная функция клапанного аппарата. Направление тока крови все время в одну сторону, от предсердий к желудочкам. Вот если по какой-либо причине происходит нарушение функционирования клапанного аппарата, то в результате работы сердца может наблюдаться обратный заброс крови в обратном направлении от желудочков к предсердиям. Ну это, как правило, уже говорит о сформировавшихся пороках сердца, приобретенных пороках сердца. Далее из желудочков сердце выдвигается в сосуды, и из правого желудочка выходит большой сосуд, который называется легочной ствол. Легочной ствол, который, как мы видим, по нему будет двигаться венозная кровь, и легочной ствол несет кровь непосредственно в легкие, поэтому так и называется. И отсюда будет начинаться малый круг кровообращения. Из левого желудочка кровь выделяется в сосуд под названием аорта, самый крупный сосуд нашего организма. И уже, соответственно, из аорты, аорты, вернее, начинается большой круг кровообращения, через который кровь двигается по всему нашему организму. Нужно сказать, что между желудочками и теми сосудами, которые из них выходят, также находятся клапаны. Эти клапаны по своей форме получили название полулунные. И их задача также направлять движение крови только в одном направлении – из желудочков сосуды. И в норме обратного заброса крови из сосудов в желудочке быть не может. Опять же, если такое происходит, то это говорит о наличии сформировавшегося порока сердца, приобретенного. Ну вот таким образом функционирует сердце. Сердце работает в таком режиме, что оно сокращается и расслабляется. И его еще очень, так скажем, красочно сравнивают с насосом. То есть это насос нашего организма, который перекачивает кровь, получает кровь и перекачивает ее, выбрасывая в сосуды и при этом сообщает крови еще и кинетическую энергию. Благодаря чему кровь двигается и доходит до самых отдаленных уголков нашего организма. А теперь мы уже непосредственно переходим к кровеносным сосудам. Итак, кровеносные сосуды, как мы уже сказали, это полые трубки, по которым происходит движение крови. Так вот те сосуды, которые несут кровь от сердца, эти сосуды относятся к артериальному звену и, соответственно, будут называться артериями. И вот здесь на представленном слайде это изображено красным цветом. Те же сосуды, которые наоборот несут кровь от органов, то есть забирают ее от всех органов, от всех клеток, и обратно по этим сосудам кровь двигается к сердцу, то эти сосуды уже будут относиться к венозному руслу, мы их называем венами. Соответственно, кровь обратно доставляется в сердце. Давайте остановимся на артериальной части сосудистого русла. Итак, все то количество артерий, которое есть в организме, их огромное количество, в целом формирует артериальную систему. И самая крупная артерия, как было сказано ранее, является аорта. Вот здесь вот она изображена. Аорт – самый крупный, мощный сосуд нашего организма. Этот сосуд, он выдерживает довольно высокое давление, ведь кровь из левого желудочка выбрасывается под очень большим давлением. В систолу, в момент сокращения левого желудочка, ну, в норме, да, все знают, наверное, давление 120 мм штутного столба. Но при некоторых ситуациях, допустим, при физических нагрузках, при каких-то эмоциональных потрясениях, это если мы говорим о вариантах нормы, давление, которое может развивать сердце, может становиться гораздо выше. Это может становиться и 160, и 180. Мы уже не говорим о патологии, допустим, об артериальной гипертензии, когда сердце развивает колоссально высокое давление для того, чтобы протолкнуть кровь в сосудистое русло. Итак, аорта – это самый крупный сосуд артериальной системы. Далее от аорты отходит множество-множество артерий. Эти артерии вначале крупные, затем от этих крупных артерий отходят артерии мелкие. Совсем маленькие артерии называются артериулы. И артериулы и мелкие артерии, которые близко располагаются друг с другом в ткани, они образуют анастомозы, то есть соединяются друг с другом. И вот такое наличие анастомозов обеспечивает развитие коллатерального кровотока. То есть, другими словами, обеспечивает нормальную трофику тканей. Артерий много, сосуды мелкие, анастомозирующие между собой, поэтому в тканях мы можем увидеть наличие даже артериальных сплетений. Давайте посмотрим, как устроен сосуд артерия. Вот здесь довольно наглядно изображено строение сосуда артерии. Посмотрим на стенку. Что это такое? Стенка артерии состоит из трех слоев. Первый – это внутренний слой. Внутренний слой или еще это интима сосуда. Затем средняя оболочка или средний слой сосудистой стенки – это мышечная оболочка, которая представлена гладкими миоцитами, гладкими мышечными клетками. Если они мышечные клетки, значит их основная задача сокращаться. Мы сегодня увидим, какова ответственная роль этого мышечного слоя по поддержанию такого параметра физиологического, как артериальное давление. И наружняя оболочка сосуда называется адвентиция, или по-другому она представлена соединительной тканью. Вот совокупность этих трех оболочек и являются стенкой сосуда. Нужно сказать, что сосуды – это самостоятельные органы, а значит, как любой другой орган, сосуд очень хорошо кровоснабжается. Кровеносный сосуд, но он также кровоснабжается, потому что стенка должна получать питание, должна обеспечиваться трофикой. То есть идет хорошее кровоснабжение, а также стенка сосуда богато иннервируется. То есть помимо того, что к ней подходят кровеносные сосуды, к стенке подходит масса нервных окончаний. И вот эти нервные окончания будут играть большую роль в регуляции состояния мышечной оболочки сосуда. Итак, вот три оболочки. И в нашем организме есть сосуды, в которых по-разному представлены эти оболочки сосудистой стенки. Есть сосуды, в которых очень хорошо представлены их эластические свойства. И в зависимости от этого сосуды мы будем делить на три большие категории. Значит, первое – это сосуды эластического типа. Эластический тип к нему ярким примером является аорта. За счет наличия эластических волокон, аорта, как самый большой сосуд, который должен принять в себя большой объем крови, который выбрасывает сердце во время асистолы, будем так говорить, растягивается и вмещает в себя этот объем крови за счет этих как раз хорошо выраженных эластических свойств. Это происходит в систолу. Но в диастолу, когда сердце расслабляется, и движение крови из сердца прекращается, и давление в сердце в этот момент равно нулю, движение крови по сосудистой системе не прекращается. Кровь двигается постоянно за счет как раз эластических свойств аорты и крупных артерий. То есть тот большой объем крови, который аорта вместила в себя во время выброса крови, за счет того, что эластика хорошо развита, во время диастолы, расслабления сердца, происходит спадение стенок аорты, и кровь, этот объем крови, он как бы проталкивается дальше по сосудистому руслу. Следующий тип сосудов артериальных – это мышечные. Это те сосуды, у которых очень хорошо развита мышечная оболочка. И это, как правило, мелкие артерии и артериолы. И вот именно эти сосуды мышечного типа, за счет того, что вот эта мышечная оболочка у них может как хорошо сокращаться, так и расслабляться, будут регулировать показатели артериального давления. Мы про это сегодня еще поговорим. Ну и, конечно же, есть сосуды смешанного типа, которые называются мышечно-эластические. Вот здесь как раз показано, как идет распределение артерий от сердца непосредственно уже к органам. Теперь мы немножко поговорим о венах. Вены – это те сосуды, которые, наоборот, доставляют кровь от тканей к сердцу. И по ним наблюдается, если можно так выразиться, обратное движение крови. То есть кровь, двигаясь по венам, движется в обратном направлении и претерпевает силу гравитации. То есть обратно к воздействию силы гравитации идет движение крови. Итак, что же из себя представляют вены? Вены – это также сосуды, которые имеют три оболочки. Также это внутренняя оболочка, средняя оболочка, которая представлена гладкими миоцитами. Но нужно сказать, что вены, в отличие от артерий, содержат меньше эластических и мышечных волокон. Поэтому вены – это те сосуды, которые могут спадаться. Особенно при кровотечениях. Артерии, за счет того, что у них выражены и эластические волокна, и мышечные, они не спадаются. И следующая характеристика, отличительная черта вены – это то, что в венах находится клапан. Это очень важное анатомическое образование, которое как раз способствует тому, что кровь движется все время в одном направлении – снизу вверх, противодействуя силе гравитации. И вот от активности, от функционального состояния клапанного аппарата как раз и зависит возвращение крови обратно к сердцу. Работа как раз клапанного аппарата препятствует застую крови в нижних конечностях. А значит, нормальное функционирование клапанного аппарата препятствует развитию варикозной болезни. И раз мы упомянули о варикозной болезни, я хочу сказать, что уже на следующей неделе, в следующий четверг, следующий вебинар как раз будет посвящен варикозной болезни нижних конечностей и все, что связано с этим заболеванием и осложнениями этого заболевания. Итак, наличие клапанов на внутренней поверхности вен способствует движению крови в направлении – снизу вверх. Нужно сказать, что вены, венозное русло в целом, если говорить о сосудах, относятся к функциональному отделу, который будет называться емкостные сосуды. Почему? Потому что в связи с тем, что человек, ему характерно прямохождение, вертикальное положение тела от всех остальных представителей животного мира, характерно следующее, то, что кровь в основном находится в нижней части тела и, соответственно, большие объемы крови как раз находятся в венах в сравнении с артериями или, допустим, с микроциркуляторным руслом. Вот теперь мы как раз дошли до микроциркуляторного русла. Значит, что же такое микроциркуляторное русло? Ну, вот здесь как раз на этом слайде приводится, из чего состоит, да, это слово. Микросатомалы, циркуляцию – это движение, то есть малое движение крови, циркулирование крови. И, нужно сказать, вот здесь как раз представлено на этом слайде микроциркуляторное русло. Оно является таким вот промежуточным элементом, связывающим элементом между артериальным звеном сосудистой системы и венозным звеном сосудистой системы. Именно на уровне микроциркуляторного русла будут совершаться обменные процессы между кровью, кровеносным сосудом, и тканью, где этот сосуд находится. Итак, из чего же состоит микроциркуляторное русло? Ну, это мелкие, самые мелкие артерии – это артериулы. Артериулы постепенно переходят в сосуды еще более мелкого диаметра – это прекапилляры. Прекапилляры, соответственно, переходят в капилляры, и нужно сказать, что капилляр является основным структурным звеном микроциркуляторного русла. Затем, именно на уровне капилляров происходит обмен веществ. Далее капилляры переходят уже в посткапилляры, то есть отсюда уже начинается венозная часть сосудистой системы. Это превенулы, и превенулы собирают вначале в мелкие вены, затем в более крупные, затем в самые крупные, и непосредственно уже кровь возвращается обратно к сердцу. Что же происходит в микроциркуляторном русле? Основная функция, как мы видим, это транспорт веществ из кровеносного сосуда, из артериальной части сосудистой системы в ткань и обратное поступление продуктов метаболизма из ткани в сосудистое русло. Вот здесь очень красиво показано, что красным цветом это артериальная часть сосудистого русла, в которой много кислорода и других питательных веществ, и это через стенку капилляра все диффундирует в ткань, а ткань отдает обратно СО2, недоокисленные кислые продукты, продукты жизнедеятельности, все это забирается и начинается венозная часть сосудистой системы. Давайте посмотрим на нижнюю картинку. Значит, вот клетки, которые нуждаются в питании, которые живут, функционируют и обеспечивают наш организм какой-то функцией. Клеткам подходят кровеносные сосуды. В кровеносных сосудах вот это изображены эритроциты. Эритроциты, как переносчики кислорода. Показано, что именно на уровне капилляров происходит выход кислорода и клетка получает кислород, отдает СО2 и СО2 уходит в кровь, присоединяется к эритроциту. Клетка получает из крови питательные вещества, а продукты обмена отдает в кровь. Таким образом, на уровне микроциркуляторного звена как раз и произошел обмен. И нужно сказать, что микроциркуляция также еще участвует в процессе терморегуляции. Значит, все знают, что когда на улице жарко, кожные покровы становятся более красными, то есть гиперемированными, а когда холодно, соответственно, они приобретают такую бледно-синюшную даже возможную окраску. И в соответствии с этим это идет формирование цвета и консистенция ткани. Итак, мы сказали, что основным элементом микроциркуляторного русла является капилляр. Вот здесь как раз он и показан. Капилляр как сосуд отличается и от артерий, и от вен. Прежде всего, это самый мелкий кровеносный сосуд, который находится как соединительный элемент между артериями и венами. Нужно сказать, что стенка капилляра очень-очень тонкая. И отличительной чертой является то, что стенка капилляра не имеет мышечной оболочки, то есть здесь нет гладкой мышцы. У стенки капилляра есть внутренняя оболочка, представлена эндотелиальными клетками, которые располагаются между собой также очень характерным образом и формируют между собой определенные пространства, щели. Есть такая разновидность капилляров, которые называются щелевидные капилляры. И именно через вот эти вот щели, через эти поры и происходит движение тех компонентов, о которых мы сейчас говорили. И эти эндотелиальные клетки располагаются на базальной мембране. Таким образом, за счет анатомического строения капилляра и за счет того, что кровь по капилляру двигается очень-очень медленно, происходит обмен веществ. Если мы посмотрим в разрезе какую-нибудь ткань, то все ткани нашего организма имеют неодинаковое количество капилляров. И нужно сказать, что не все капилляры сразу работают, какие вообще есть в ткани. Если мы говорим о состоянии покоя, то от всех имеющихся в ткани капилляров работает примерно их одна четвертая часть, то есть 25%. И нужно сказать, что работают не одни и те же капилляры, а они меняются, чередуются. И те капилляры, которые работают, они называются дежурными. От дежурив, они отдыхают и работать начинают другими. Другие. Но как только ткань начинает выполнять какую-то интенсивную работу, соответственно, ткань нуждается в большем количестве кислорода, в ней накапливается большее количество кислых продуктов, в частности СО2, значит, работающих капилляров будет больше. И, допустим, если мы возьмем мышцу, скелетную, та, которая осуществляет сокращение, обеспечивает нам выполнение физической нагрузки, то, соответственно, там, во-первых, по сравнению с другими тканями, очень много капилляров на единицу площади тканей, и во время физической нагрузки количество работающих капилляров увеличивается от 25%, это состояние покоя, до 50% и даже больше. То есть, работающие капилляры включают в выполнение своей функции в зависимости от интенсивности работы тканей. Есть такие ткани, в которых очень снижен метаболизм, которые в трофике практически не нуждаются и при этом довольно неплохо себя чувствуют. Это эпидермис, это слой кожи и роговица глаза. Посмотрите, там вообще нет капилляров. Итак, капилляров очень-очень много. И мы говорим капилляры одномоментно все работать не могут. они включаются по мере необходимости. Но если представить себе такую ситуацию, взять и открыть все имеющиеся капилляры в теле одного человека, то капилляры могут вместить в себя около 7 литров крови. Мы знаем, что среднестатистический человек имеет объем крови примерно около 5 литров. так вот если открыть все капилляры, то вся кровь, имеющаяся в организме, уйдет в эти капилляры и в них еще даже останется место. И вот если капилляры будут открыты все, то случится состояние, которое мы называем шоковое. То есть кровь уйдет в микроциркуляторное русло, она уйдет от мозга, от сердца, и шоковое состояние. капилляров так много, что если взять и вытянуть их в длину, как вот ниточку соединить друг с другом, то ими можно у одного человека, так скажем, обмотать вокруг экватора несколько раз такое количество капилляров. Вот мы с вами познакомились со всеми звеньями сосудистого звена, а теперь давайте перейдем к тому, что проговорим роль сосудов в регулировании некоторых физиологических процессов нашего организма. И вот разберем сегодня такой параметр, его регуляцию, как артериальное давление, системное артериальное давление. Артериальное давление, ну это все знают, да, это основной показатель, основной параметр гемодинамики. Системное артериальное давление, которое в физике, физическая формула обозначается как П, зависит всего лишь от двух величин. Причем зависимость это совершенно прямая. Что это за величины? Первая величина называется минутный объем крови, обозначается как Ку в формуле. То есть это объем крови, который находится в сосудистом русле или в системе сосудистой. и получается, что чем больший объем крови в системе, тем давление соответственно будет больше. И вот эта величина, минутный объем крови, напрямую зависит от работы сердца. Чем больше объем крови сердце перекачивает, выбрасывает в сосудистую систему, тем соответственно давление будет артериальное выше. И второй параметр, который обозначается в формуле как Р, не что иное, как общее периферическое сосудистое сопротивление. Ну или мы просто будем говорить сопротивление или сопротивление сосудов. Вот этот параметр исключительно роль сосудистого звена, а именно состояние сосудистого тонуса, который в основном обеспечивается сокращением гладкой мускулатуры. Соответственно, чем выше сопротивление сосудистого тонуса, чем выше сосудистый тонус, чем выше сопротивление, которое испытывает кровь, двигаясь по сосудам, тем давление общее системное артериальное тоже будет выше. Итак, от чего же зависит в целом артериальное давление? Некоторые моменты мы уже назвали. Прежде всего, это работа сердца как насоса, а все остальное это связано с функцией сосудов. Прежде всего, кровь у нас двигается по замкнутой системе, система сосудов нигде не прерывается. Сколько сердце крови выбрасывает, такой же объем крови к сердцу в норме и возвращается. Кровь, двигаясь по сосудам, испытывает сопротивление. И, соответственно, следующий компонент это сосудистый тонус. Вот мы на нем сейчас немножко и остановимся. Так, что же такое сосудистый тонус? Сосудистый тонус это степень сокращения гладких мышц сосудистой стенки. И от этой степени сокращения мышц зависит просвет сосуда, ну, или по-другому радиус. Давайте посмотрим на этот слайд. Здесь как раз представлены сосуд в разрезе. И в одном случае радиус сосуда довольно-таки большой, то есть просвет диаметра сосуда большой, за счет того, что мышечная оболочка находится вне состояния сокращения, в полурасслабленном состоянии. Если же мы эту мышечную оболочку сократим под влиянием различных факторов, то диаметр сосуда резко уменьшается. И наверное понятно, что если кровь двигается через сосуд с большим диаметром, то она испытывает при своем движении меньшее сопротивление. Ей легче двигаться по трубкам, которые более широкого диаметра, чем было бы ей двигаться по тем трубкам, которые меньшего диаметра. То есть кровь в этом случае испытывает большее сопротивление. Двигаться будет гораздо сложнее. А так как мы видели формулу, от чего зависит артериальное давление периферического сопротивления, чем сопротивление выше, тем давление артериальное тоже будет более высокое. сосудистый Что же такое сосудистый тонус? Сосудистый тонус – это напряжение сосудистой стенки, которое создается сокращением гладких мышечных клеток, то есть гладких миоцитов. В зависимости от степени их сокращения будет зависеть и просвет сосуда, а значит в целом и регуляция периферического сопротивления. Отчего зависит почему в одном случае стенка сосуда мышечная оболочка сокращена, в другом случае менее сокращена, либо вообще расслаблена. Этот процесс, как и все другие процессы нашего организма, они все регулируются. То есть это все подчиняется определенным законам регуляции. И в зависимости от этих законов регуляции выделяют несколько тонусов. Один из этих тонусов называется центральный. или нейрогенный. Почему? Потому что тонус сосуда будет регулироваться нервной системой. Это вегетативная нервная система, и наверняка уже все знают, она представлена двумя отделами, симпатическими и парасимпатическими отделами. Нужно сказать, что все сосуды, все сосуды нашего организма имеют исключительно симпатическую иннервацию. Парасимпатической иннервации сосудов нет. За небольшим исключением некоторые сосуды имеют и симпатическую парасимпатическую иннервацию, но их так мало, что мы сегодня даже их не рассматриваем. Это те сосуды, которые не принимают участие в регуляции артериального давления. Итак, все сосуды имеют исключительно симпатическую иннервацию. А симпатическую значит эта иннервация воздействует на сосуды адренорецепторы, так называемые альфа-адренорецепторы. И значит симпатическая иннервация оказывает на сосуды исключительно сосудосуживающее действие, ну или по-другому оказывает эффект вазоконстрикции, сосудосуживающее влияние. Адренорецепторы значит что-то связано с проявлением такого медиатора. Пока если мы говорим о нервах, то мы говорим о медиаторе. Если мы будем говорить о гуморальном звене, то это будет гормон. Значит получается, что влияние адреналина на адренорецепторы оказывает сосудосуживающее действие. Но не все так однозначно. Сосуды нашего организма имеют адренорецепторы двух разновидностей. Есть адренорецепторы альфа и адренорецепторы бета. И адреналин взаимодействуя с альфа адренорецепторами вызывает эффект вазоконстрикции, а взаимодействие с бета адренорецепторами вызывает эффект вазодилатации. А также еще выделяют определенные концентрационные воздействия адреналина. Но нас сейчас интересует вот этот эффект, то, что симпатическая иннервация воздействует через альфа-дренорецепторы, вызывает фазоконстрикцию, то есть сужение сосуда. А значит движение крови будет происходить с большим трудом, значит кровь будет испытывать больше сопротивления. И следующий тонус сосудов называется периферический или по-другому базальный. Когда он формируется? Ну вот если взять сосуды и перерезать все нервы, которые к ним подходят, то есть это так называемая деиннервация, то сосуд ни в коем случае не потеряет свою форму, не спадется, а все равно в него будет сохраняться какой-то остаточный минимальный сосудистый тонус. Значит этот тонус поддерживается не за счет нервных воздействий, а за счет какого-то другого механизма. И вот этот механизм, один из этих механизмов, это регуляция состояния гладкой мышцы сосуда за счет гуморальных веществ. Гуморальные вещества это, ну прежде всего, различных гормонов, которые циркулируют в самой крови, и метаболитов, то есть продуктов метаболизма, которые наш организм сам и вырабатывает. И вот мы сейчас с некоторыми из них познакомимся. Ну, сейчас мы говорим о гуморальной регуляции, то есть о влиянии на состояние сосудистой стенки определенных гормонов. Ну, начнем с самого знакомого гормона, это гормон адреналин. Адреналин это гормон общестресса, который вырабатывается мозговым веществом надпочечников, и при его воздействии на альфа-адренорецепторы происходит мощное сосудосуживающее действие. Следующий гормон, тоже, наверное, всем известен, это гормон тероксин. Это гормон, который продуцирует щитовидная железа. Так вот, этот гормон также способствует, ну, одно из действий, действий много у гормонов щитовидной железы. Ну, так вот, через воздействие на адренорецепторы также оказывается сосудосуживающее действие. Следующий гормон, знаком нам по предыдущему вебинару, это ренин, который выступает в, так скажем, одним из действующих игроков ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которую мы разбирали и говорили, что эта система регулирует объем жидкости в организме, объем жидкости напрямую выходит на регуляцию, опять же, артериального давления. Так вот, ренин, он также способствует тому, что он обладает сосудосуживающим воздействием. Ну, вот здесь на слайде еще приведен гормон вазопресин, само название вазососуд, пресс-давлю, оказываю давление, тоже стимулирует активность гладких мышечных элементов и способствует повышению периферического сопротивления. То есть, как мы видим, большинство гормонов, они обладают действием вазоконстрикции. Конечно, есть гормоны, которые обладают, и биологически активные вещества, которые обладают вазодилатацией, допустим, такое вещество, как гистамин. Гистамин выделяется при аллергических реакциях, гистамин выделяется клетками, ну, допустим, при укусе комара, это всем известная реакция, и это место, где произошел укус, там наблюдается некая такая гиперемия, то есть покраснение за счет чего? За счет того, что произошло расширение сосудов. Это вот как раз действие гистамина. И действие метаболитов. Про метаболиты мы тоже не можем сказать. Это те продукты, которые вырабатываются организмом. Ну, таким самым известным метаболитом является углекислый газ, СО2. Это кислые продукты метаболизма. Ну, молочная кислота, та, которая выделяется в мышцах при сильной физической работе, оказывают сосудорасширяющее действие. То есть, если вы находитесь где-то в душном помещении, и возрастает концентрация СО2, то, соответственно, происходит, что повышенная теплоотдача, сосуды расширяются, увеличивается частота дыхания, глубина дыхания. Это все воздействие СО2. И еще хотелось бы остановиться на таком веществе, на нашем метаболите, как оксид азота. Оксид азота, НО, это уникальное вещество, которое продуцирует некоторые клетки нашего организма, ну, прежде всего, оксид азота продуцируется клетками эндотелия кровеносных сосудов. Оксид азота продуцируется нервными клетками и макрофагами соединительной ткани. Обладает мощным сосудорасширяющим действием, и совместно с этим еще и дезагрегант, то есть тормозит агрегацию тромбоцитов. И, соответственно, вот эта вот сочетаемость этих двух эффектов нашла свое применение в фармакологии. И все наверняка слышали про такой препарат, как нитроглицерин. Да, это нитраты, которые обладают мощным сосудорасширяющим действием, причем действия, которые оказываются быстро. И нитроглицерин и нитраты применяются с целью расширения коронарных сосудов, допустим, при ишемической болезни сердца, где нарушается трофика сердечной мышцы, сосуды расширяются коронарные, трофика восстанавливается. Ну и вот, как бы подводя итог тому, что сейчас было сказано, по роли сосудов в регуляции артериального давления, вот привожу такой слайд. Чисто схематический, даже больше где-то физический момент. Давайте представим себе такую систему, где происходит регуляция давления в системе. Чего зависит эта регуляция давления? Регуляция давления зависит от работы насоса. То есть если мы изменим работу насоса, увеличим его насосную способность, то в системе увеличится объем циркулирующей жидкости. Чем минимум организму объем циркулирующей крови увеличится. И у нас есть в трубках, по которым двигается эта жидкость, ну в нашем случае это сосуды кровеносные, регуляция сопротивления. И если мы увеличим сопротивление току этой жидкости, то также произойдет увеличение давления. И вот здесь на выходе стоят датчики давления, которые как раз и регулируют этот параметр. Итак, давление в целом зависит от двух параметров. Это от способности сердца прокачивать определенный объем крови. И второе – это состояние сосудистого звена. И вот здесь на второй части этого слайда как раз видно два сосуда. Один из этих сосудов совершенно интактный, нормальный. И, соответственно, обладает определенным диаметром. И через него движение крови совершенно спокойное, испытывающее наименьшее сопротивление. А второй сосуд показан, у него произошло изменение. Здесь показано образование атеросклеротической бляшки. И вот в результате того, что эта атеросклеротическая бляшка уменьшает диаметр сосуда, кровь испытывает наибольшее сопротивление. А значит, будет расти и показатель артериального давления. Следующая физиологическая система, где принимают участие сосуды – это система гемостаза. Что же такое система гемостаза? Можно сказать, что это сложная биологическая система, которая, с одной стороны, ее задача – поддержать жидкое состояние крови, ведь кровь у нас в сосудах находится в жидком состоянии и постоянно двигается. И в норме тромбов не образуется. И вторая задача системы гемостаза – это остановить кровотечение, если вдруг произошло повреждение сосуда. Таким образом, в чем физиологическая роль? Физиологическая роль – это система гемостаза. Это нормальное кровоснабжение всех органов, чтобы до каждой клетки дошло оптимальное количество крови, нигде не было препятствия. А значит, кровь должна свободно циркулировать по сосудам. И вторая задача – это остановка кровотечения. Вот здесь показано повреждение сосуда. Идет образование тромба. Включилась система гемостаза. И вот эта система гемостаза – она многокомпонентная. То есть она функционирует за счет многих компонентов. И первым компонентом этой системы является стенка кровеносных сосудов. В первую очередь это эндотелий кровеносных сосудов. Затем это форменные элементы, прежде всего тромбоциты. И сложная ферментативная система, которая у нас функционирует в плазме крови. Итак, эндотелий. Эндотелий в норме препятствует тромбообразованию. И за счет этого кровь в свободном состоянии двигается внутри сосудов. За счет чего это осуществляет эндотелий? Это он осуществляет за счет того, что он продуцирует ряд факторов. То есть эндотелий продуцирует факторы, препятствующих тромбообразованию. Сейчас мы назовем эти факторы. Их много. Их много. Это также сложная ферментативная система. Ну, допустим, давайте назовем такое вещество, как гепарин. Гепарин, наверное, тоже слышали многие. Это мощный, универсальный антикоагулянт, который препятствует тромбообразованию на всех стадиях его образования. А также, от чего зависит то, что кровь постоянно двигается, нигде не останавливается, нигде не происходит образование тромбов, это за счет того, что внутренняя поверхность, внутренняя оболочка сосуда, она должна быть совершенно интактная. Интактная, неповрежденная, гладкая. Если нарушается, так скажем, целостность сосудистой стенки, если на ней, на сосудистой стенке происходит образование расклеротических бляшек, то это способствует тому, что в этом месте останавливаются форменные элементы, они начинают друг с другом агрегировать, собираться, контактировать, и включается система, которая направлена на образование тромбов. Таким образом, сосуды принимают участие и в свободном движении крови, когда это нужно, за счет того, что гладкая сосудистая стенка, и за счет того, что они вырабатывают много-много эндогенных факторов, которые мы называем антикоагулянты, анти-против, коагуляция свертывания, против свертывания крови, против тромбообразования. Но определенные патологические состояния, которые отражаются на состоянии сосудистой стенки, могут нарушить проявление системы гемостаза. Прежде всего, это воспалительные процессы в сосудах, которые называются воскулиты, воспаления. Атеросклероз, про который мы сегодня уже сказали, это различные травматические повреждения сосудов. Хирургические вмешательства, это могут быть какие-то инфекционные болезни, а также злокачественные новообразования. Нужно сказать, что при злокачественных новообразованиях увеличивается активность коагуляционного звена системы гемостаза, то есть имеется склонность к тромбообразованию. Ну и наверняка тоже все слышали о том, что иногда говорят хрупкость кровеносных сосудов. То есть стенка кровеносных сосудов по какой-либо причине, она становится очень хрупкая, неустойчивая. И при даже небольших механических воздействиях на коже появляются гематомы, другому синяки. Прочность сосудистой стенки зависит от витаминов. Прежде всего это витамины П, которые называют рутин, и витамин С – это аскорбиновая кислота. Нарушение прочности сосудистой стенки, ну прежде всего это может быть связано с гиповитаминозом, а также это может быть как осложнение после перенесенных заболеваний. Тензилит – это вирусные инфекции, прежде всего это грипп, поливание почек и ревматизм могут способствовать нарушению плотности и прочности сосудистой стенки. Вот две системы физиологические, которых, ну как мне кажется, довольно четко видна роль сосудов. Следующее, на чем мы сейчас остановимся, это по каким индексам аппаратно-программного комплекса ВИДА-ПУЛЬС можно оценить, что у человека задействована сосудистая система. И, как правило, мы начинаем с вкладки меридианы. В вкладке меридианы, прежде всего, нужно обратить внимание на девятый меридиан, это меридиан перикарда. В зависимости от выраженности процесса, этот меридиан может находиться либо в состоянии истощения, либо в состоянии напряжения. Ну вот, что касается диагностики, именно по меридианам, связанным с меридианом перикарда, очень подробно про эту диагностику в своем вебинаре Олег Викторович Сорокин рассказывает о своем вебинаре, который был посвящен артериальной гипертензии, то есть повышенному артериальному давлению и особенностях проявления артериальной гипертензии в зависимости от типов конституции аюрведических, вата, пита, капха и традиционной китайской медицины. Он подробно рассказывает о роли и о проявлениях меридиана перикарда. А, как известно, артериальная гипертензия, роль сосудистого звена, одна из ведущих, и мы это тоже сейчас увидели. Следующий маркер, на который следует обратить внимание при оценке сосудистой системы, мы оцениваем по вкладке недано-субдоша. Значит, субдоша, обращаем внимание по вата-доши на вьяна-субдоша. Вьяна-субдоша – это непосредственно та субдоша, которая концентрируется в сердце, которая обеспечивает передачу кинетической энергии крови, которая получает ее при сокращении сердца. А значит, это энергия, которая обеспечивает распространение крови по всем кровеносным сосудам. И, соответственно, проявление вьяна-субдоши может находиться как в состоянии напряжения, так и в состоянии истощения. И вторая субдоша, на которую следует обратить внимание, это субдоша по питта-доши – это садхака. Садхака-субдоша, которая имеет прямую связь с сердцем и тоже в зависимости от ситуации может находиться либо в состоянии истощения, либо находиться в состоянии напряжения. Ну и еще можно посмотреть на такой маркер, как во вкладке «Недана» – это «Недана тхата», то есть ткани. Это не специфический маркер, но, тем не менее, при наличии, допустим, двух предыдущих показателей, напряжение ракты – ракта-дхата находится в напряжении – тоже может в совокупности показать проявления, которые касаются изменений со стороны сосудистой системы. Вот это основные маркеры, на которых бы хотелось остановиться, когда мы сегодня с вами говорим о физиологии и о проявлении системы и функционирования сосудов в целом. На этом я заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. Я, конечно, всех благодарю за внимание. Ну, такое понятие качества, я читаю вопрос, такое понятие качества всей сердечно-судистой системы, как бы немножко понятно? Ну, конечно, да. Много-мало крови – это в целом зависит от функционирования системы кровообращения. И прежде всего связано с работой сердца. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, всех благодарю за внимание. Приглашаю в следующий четверг на вебинар, посвященный варикозной болезни нижних конечностей. Груза приема тироктина может увеличиться АД. Конечно, гормоны щитовидной железы, если их много, то одним из их, так скажем, проявлений клинической картины является стойкое повышение артериального давления. Да, то есть можно при приеме неправильном подборе, так скажем, тозы этих гормонов может увеличиваться артериальное давление. Но, как правило, эти гормоны, тироксин в частности, назначаются при гипотириозе, то есть при недостаточности этих гормонов. И артериальное давление должно нормализоваться. Но если же это происходит превышение дозировки, то артериальное давление будет повышено. Это говорит о том, что доза довольно высокая. Всем спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...